Какие полезные свойства у сока из свеклы? Чем полезен свекольный сок с медом? При каких заболеваниях применяется свекольный сок с медом? Какие противопоказания к лечению свекольным соком с медом? Смотрите видео до конца и узнаете про особенности действия свекольного сока с медом. Прежде чем рассказать про свекольный сок с медом, хотим отметить своей благодарностью всех наших посетителей. Особенно тех, кто часто посещает канал и оставляет свои комментарии. Если вы не подписаны на наш канал, то просто нажмите на красную кнопочку и станете нашим постоянным посетителем. Вам не придется искать наши выпуски, они будут приходить к вам сами. Мы желаем всем здоровья, поэтому стараемся делать полезными наши сюжеты. Смотрите нас и не болейте! Свекла относится к довольно популярным овощам. Из нее приготовляют первое и второе блюдо, закуски, салаты. А еще очень полезно использовать свекольный сок, ведь в нем сохраняются полностью все полезные вещества. Хотя свекла и во время термической обработки мало что теряет. Это особенности данного корнеплода. Какие полезные свойства у сока свеклы? Сок свеклы можно получить после того, как натертую сырую свеклу выжать через марлю. Можно использовать блендер или соковыжималку. После получения свекольного нектара надо дать ему отстояться в течение двух часов, чтобы произошло разложение веществ, которые могут раздражающе воздействовать на слизистую желудка. Употреблять сок можно и в подогретом виде, а также для улучшения вкуса добавлять в него мед или другие соки. В состав сока входят углеводы, клетчатка, белок и вода. Также большое количество витаминов группы В, аскорбиновой кислоты и витамина Е. Еще присутствуют микроэлементы, такие как калий, натрий, кальций, йод, железо, медь и марганец. Такой богатый состав делает свекольный сок полезным и особенно нужным при ряде заболеваний. При употреблении именно в виде сока происходит более качественное усвоение всех полезных ингредиентов. Полезные свойства определяются следующим образом. Очищение сосудов, снижение концентрации холестерина, профилактика атеросклероза. Улучшение моторики кишечника, освобождение кишечных стенок от шлаков. Стабилизация работы сердца, повышение сердечного выброса, нормализация артериального давления. Повышение уровня гемоглобина и синтез эритроцитов. Активное воздействие на систему иммунитета. Особенно проявляющиеся через нормализацию кишечной микрофлоры. Успокаивающее воздействие в период гормональных стрессов организма. Омолаживающее действие на кожу и улучшение состояния волос. Воздействие на остроту зрения, повышение четкости зрения. Оказывает противовоспалительное действие на простату, увеличивается мужской потенциал. Помогает женщинам в период лечения от эндометриоза и миомы матки. Эффективен при желчно-каменной и мочекаменной болезнях. Справляется с респираторными заболеваниями, уменьшает заложенность носа и снимает боли в горле. Успокаивает нервную систему, снимает нервное напряжение, восстанавливает сон. Также свекольный сок может помогать в период восстановления после тяжелых заболеваний и во время использования химиотерапии. Польза свекольного сока не вызывает сомнения. Но еще увеличиваются положительные свойства при употреблении сока свеклы с медом. Чем полезен свекольный сок с медом? При добавлении к соку свеклы меда диапазон использования расширяется. И средства используются уже не только в профилактических, но и лечебных целях. Мед содержит большое количество аминокислот и глюкозы, что в сочетании с витаминами и минералами из свеклы просто наполняют организм полезными свойствами. Свекольный сок с медом применяется при простуде, для нормализации артериального давления с целью повышения иммунитета, поднятия жизненного тонуса. Это сочетание двух необычайно полезных ингредиентов позволяет быстро восстановиться анализу крови после проведения курса химиотерапии при онкологическом заболевании. Также оказывает благоприятное воздействие в период постинфекционной астенизации и восстановления. Вполне заменят поливитаминные аптечные составы. Его можно применять во время беременности, ведь помимо комплекса витаминов, так необходимых и женщине и малышу, окажут положительное воздействие на перистальтику кишечника, ведь во время беременности часто случаются запоры. Для лиц пожилого возраста также поможет справиться с проблемами в кишечнике и поспособствует сохранению жизненных сил, улучшит состояние кожи, поддержит сердце и сосуды. Применять свекольный сок с медом следует следующим образом. Вот, например, рецепты от давления. Перемешать 80 мл сока и чайную ложку меда, принимать перед едой, разделив данное количество на три приема. Также можно в равных количествах соединить сок и мед и принимать по 10 мл перед едой. При использовании положительные изменения будут ощутимы уже через несколько дней. Возможно, даже придется отказаться от гипотензивных медикаментов или хотя бы уменьшить суточную дозу. Если есть проблемы со стулом и кишечником, возникают спастические боли, развился дисбактериоз кишечника, то поможет комплексный состав, в который входят по половине стакана свекольного и морковного соков, сок из одного лимона и 30 г мёда. Все это тщательно перемешать и принимать по столовой ложке перед едой. Для повышения иммунитета с оздоравливающей целью при синдромах хронической усталости, просто для витаминизации организма используются коктейли из разных соков, одним из которых является свекольный и с добавлением на стакан 10 г мёда. Смешивать можно между собой свекольный сок и яблочный, либо морковный, либо апельсиновый или грибфрутовый. Соки используются в равных количествах. С целью купирования катаральных симптомов возможно не только применять свекольно-медовый комплекс, но и использовать их для полоскания горла или закапывания в нос. Для полоскания горла следует развести в три раза полученный состав из 50 мл сока и чайной ложки мёда. А для закапывания в нос 25 мл сока развести 30 мл теплой воды и добавить пол чайной ложки мёда. Мёд должен быть жидкий. Закапывать в нос по три капли два-три раза в день. Средство быстро и эффективно избавит от насморка, восстановит носовое дыхание. При анемии поможет состав из равных количеств соков свеклы и моркови по 50 мл, чайной ложки мёда и чайной ложки подсолнечного масла. Принимать надо перед едой. Или вот такой коктейль в равных пропорциях соков свеклы, моркови, сельдерея, огурца с ложкой мёда. Принимать надо по половинке стакана перед едой. Данные рецепты позволят восстановить гемоглобин без использования препаратов железа. При геморрое и трещинах прямой кишки следует использовать свекольный сок по 50 мл три раза в день, добавляя в него по чайной ложке мёда. Применение сока свеклы с мёдом используется довольно широко. Используя этот витаминный состав, не следует забывать, что употреблять свекольный сок надо не более стакана в день. Также обязательно после приготовления дать отстояться в течение двух часов. Не применять осадок и пенку, которая может быть сверху. Курс лечения не должен превышать две недели. Начинать надо с маленьких доз, то есть первый раз не более столовой ложки и лишь постепенно увеличивать до рекомендуемого количества. Можно ли применять детям? Детям вообще свекольный сок рекомендуется начинать давать ближе к году. Свекольный сок с мёдом поможет снять воспаление одиноидов. Его надо закапывать в нос малышу по капельке несколько раз в день. Для закапывания смешать две части сока с одной частью мёда. При достаточном количестве положительных качеств данного способа лечения есть и противопоказания. Какие противопоказания к лечению свекольным соком с мёдом? В первую очередь не следует применять данный состав при наличии аллергии или непереносимости на один из этих продуктов. Перед применением следует сделать реакцию на переносимость, проверив, будут ли изменения на коже после попадания в неё капли мёда и капли сока. Эти два продукта довольно аллергогенные, поэтому проводить определение чувствительности надо каждый раз, когда приготавливаете смесь и берете ингредиенты, приобретенные впервые. Каждый раз возможна разная реакция, с учетом того, что и мёд собран на разных территориях, и свекла росла с разным составом почвы. Мёд для приготовления лекарства надо покупать только у проверенных пасечников, чтобы не было в нём дополнительных загустителей или наоборот воды. Проверив на совместимость, можно приступать к лечению, если только у вас нет сейчас. 1. Декомпенсации сахарного диабета, уровень глюкозы крови находится в пределах нормальных значений. Нет провоцирующих обострения болезни факторов, таких как лихорадка или любое воспаление. 2. Острые проблемы с почками, явных симптомов цистита или уретрита, подозрения на мочекаменную болезнь и активное движение камней или песка. 3. Постоянные склонности к послаблению стула, часто повторяющихся диареях, нарушении переваривания пищи, приводящая к разжижению, стула и усилению моторики кишечника. 4. Язвенной болезни желудка в стадии обострения, с развитием подозрения на кровотечение или прободение язвы. 5. Во время лечения свекольным соком с мёдом возможно появление побочных проявлений, раздражающего действия концентрированного субстрата. Бывает понос, дискомфорт в животе, сухость слизистых, иногда головные боли. Правда чаще всего мёд нивелирует побочные проявления свекольного сока. Однако, тем не менее, не стоит сразу принимать большое количество средства, надо начинать с 30-40 мл и постепенно увеличивать дозу. Если у вас нет противопоказаний и мёд со свекольным соком вы принимаете по рецепту, как написано в рекомендации, то после курса лечения ощутите положительное воздействие натуральных продуктов. Будьте осторожны при использовании новых средств и ждите пока организм к ним привыкнет. Не болейте!